Федор Смолов провел противоречивый год, но вошел в историю Он все-таки решился попробовать себя в Европе Это была всего лишь полугодичная аренда в клуб, который стоял на вылет в Ла Лиге Не самый лучший вариант, но Федор осуществил мечту Командировка в Испанию вмиг сделала из лже-Джордана, паспортиста, игрока для внутреннего пользования Форварда, который забивал Реалу и Барселоне Незгораемый факт до конца жизни Как же приятно вспоминать те голы 2020-й большинство из нас хотят побыстрее проводить, но разве было только плохое? В футболе уж точно нет Поэтому держите наш традиционный, новогодний, исключительно позитивный Топ-10 лучших событий уходящего года, за которые мы полюбили футбол Все, что хочется вспоминать снова и снова Но перед началом вы же в курсе, что из-за позднего начала сезона Это будет первый год в истории европейского футбола Когда в топ-лигах начнут играть уже 2-3 января То есть вы прикиньте, как много у нас будет крутого футбола в эти новогодние праздники А у моих партнеров компании MarathonBet на часть игр каждого тура европейских топ-лиг Обнулена маржа и лучшие котировки В праздники точно будет что посмотреть, ждем На 10-м месте в альяжно расположился Жозе Муриньо В этом году он по-настоящему вернулся, и это круто Помните, его назначение в ноябре 2019-го выглядело очень неоднозначно Много стептицизма говорили Жозе уже не тот Однако Тоттенхем выдал мощную концовку чемпионата Забрался на шестую строчку И Моур стал выходить на свой привычный уровень дерзости в высказываниях Если бы я возглавлял команду со старта сезона, мы бы шли четвертыми Сейчас Тоттенхем действительно всерьез борется за зону Лиги Чемпионов Вышел в полуфинал Кубка Лиги и долго лидировал в АПЛ Жозе научил свою команду сушить игру даже самого изобретательного соперника Идеально контратаковать А еще придумал новую тактическую роль Кейну, в которой тот просто невероятен Он снова выводит на максимум своих игроков Сона, Арье, Ригелона, Хёберга, Ндомбелелло, Чельса и других А самое кайфовое, что старый добрый Моур снова заполняет собой информационное пространство Его остроумие и харизма это то, почему мы очень скучали Например Венгер меня никогда не обыгрывал, поэтому в его книге нет ни слова обо мне Не делать же специальную главу про 12 или 14 проигранных матчей Жозе не давал никому скучать даже на карантине Когда в нарушении ковидных правил устраивал своим футболистам индивидуальные тренировки в городском парке А его пресс-конференции это отдельный жанр футбольных видео, мы тоже по ним дико скучали Формальное мероприятие для журналистов особенный превращает в шоу имени себя О, мой Бог, Гэри, и ты мой друг Но в 2020-м Муриньо вышел на новый уровень На одной из пресс-конференций он задавал вопросы самому себе Журналисты были нужны только для закадрового смеха В общем, спасибо большое Дэниелу Леви, что решил рискнуть Благодаря чему весь футбольный год мы наслаждались тем, что великий тренер и шоумен Жозе Муриньо снова в топ-футболе Мы скучали, особенный, а если еще трофей возьмешь со шпорами, будет вообще красиво На девятой позиции долгожданное воскрешение Милана А и конкретно Златан Ибрагимович, который продолжает воплощать в жизнь сюжет писателя Фиджеральда К концу года мы уже привыкли к тому, что Ибра как будто только молодеет Но постойте, как это вообще возможно? 39-летний игрок, который в 36 лет рвал кресты, потом уехал доигрывать в МЛС Вдруг возвращается в топ-лигу, причем в клуб, находящийся в кризисе Какие могут быть ожидания при таких раскладах? Ну окей, забьет Златан 10 голов, но выйдет Милан в Лигу Европы Это максимум, ведь команда с приходом Ибры не была переформатирована Не случилось дорогих трансферов, у руля находился тренер без серьезных достижений Но подписание свободным агентом ветеранов взорвало серию А За год Милан с ним в составе проиграл в серии А лишь два раза Последний в марте месяце, все Рассанели к зимнему перерыву идут на первом месте в таблице А Ибрагимович в тройке лучших бомбардиров Как? Забив в ноябре Вероне, Златан стал первым футболистом в истории Милана Который отличился в 7 матчах чемпионата подряд Перебитой серии таких легенд клуба, как Ван Бастон и Шевченко Ибрагимович, если опустить красивые отсылки к персонажу Бенджамина Баттона На самом деле признает, что организм уже не тот Раньше после матча у меня уходили сутки на полное восстановление Сейчас мне нужно 2-3 дня Но это, так скажем, остается за кулисами И в конечном счете, какое дело болельщикам Сколько дней Златан отдыхает, а сколько тренируется Если он регулярно делает разницу Тифози Милана снова счастливы А еще Златан изменил жизнь тренера Пиоли У которого было все очень плохо до прихода Ибры И которого болельщики ненавидели после назначения Хэштег Пиоли Аут вышел в тренды итальянского твиттера Спустя год после прихода Шведа Наставник признан Ла Газета Дала Спорт лучшим тренером Италии Даже сейчас с травмой Златан дико влияет на атмосферу в команде Кайфуем от такого Милана и такого мега-ветерана Ибрагимовича На восьмом месте красивая история возвращения на топ-уровень Санти Касорлы Вы, конечно, помните, как у него все было плохо со здоровьем Травмы, игра через боль Шесть операций подряд, уход из арсенала И вердикт, что с профессиональным футболом покончено Если сможешь вновь гулять со своим ребенком по парку Считай, ты счастливчик Говорили испанцу английские врачи А потом другой доктор обнаружил у Санти гангрену И речь уже зашла об ампутации ноги Когда в Испании сняли гипс, я увидел в ране оголенный ахилл Вспоминал Санти Лютая жесть! В 2017-м футболист удалили 8 сантиметров сухожилия Чтобы затянуть рану, пришлось пересаживать кожу с руки Очевидно, не случайно пересадили фрагмент с татуировкой имени дочери футболиста Индии И вот после этого всего Касорла сказал себе Я не сдамся, я не хочу так уходить из футбола И нашел в себе силы вернуться Подав невероятный мотивационный пример Один бог знает, сколько усилий Санти это стоило В итоге ему, двукратному чемпиону Европы На четвертом десятке пришлось проходить просмотр в родном Вильяреале Но он это сделал, а в уходящем году закончил сезон Ла Лиги на шестом месте по гол плюс пас В 36 после 10 операций он стал лидером клуба, занявшего 5 место и одним из лучших атакующих игроков в топовом чемпионате Даже в голливудском фильме такой сюжет мог бы показаться натянутым Тупой, слащавый, американский хэппи-энд Но мы увидели это в реальной жизни Потрясающе Касорла этим сезоном заработал себе суперконтракт И теперь на заработках в Катаре Доигрывает под руководством Хави в Альсаде Идеальный эпилог крутой карьеры Борьба за золотую бутцу прошедшего сезона между Чиро и Мобили и Робертом Ливандовски на 7 месте 10 лет подряд награду разыгрывали на троих Месси, Роналду и Суарес Суперзвезды Реала и Барса как будто прикарманили трофей Но вот наконец в списке главных фаворитов новые лица из Германии и Италии И какая крутая была борьба до последнего тура Было много вопросов справедливо ли правила определения победителя Ведь у Ливандовски было чуть меньше матчей и он меньше забил с пенальти Но гораздо важнее в этой ситуации, что и Мобили в отличие от Лёва играет не за суперклуб Ему не подносились на ряды такие топы как Мюллер или Тимикс Дэвисом Лацо меньше играет в атаку и гораздо меньше создает голевых моментов, чем Бавария И при этом при всем и Мобили умудрился стать лучшим форвардом мира по реализации Он что тот сезон, что новый забивает заметно больше, чем команда создает ему голевых моментов Как итог Чиро смог повторить рекорд Игуаина в серии А по количеству голов за сезон Непосредственно поучаствовал в более чем половине голов своей команды Забил всем клубам, которые оказались выше Лацо в итоговой таблице И вывел Орлят в лигу чемпионов Лёва тоже бесподобен Но и Мобили когда-то не справился с задачей заменить в Барусии ушедшего Ливандовски Всего три гола в 24 матчах Бундеслиги Это был главный провал в его карьере Выхватив золотую бутцу Лёву в 2020-м Чиро полностью реабилитировался И утвердился в статусе супер-бомбардира Номер 6 Бруно Фернандеш Из сказочной истории, как один человек может изменить вообще все Игрок сенсационно ворвался в АПЛ Меньше чем за полгода встав в один ряд с главными звездами лиги и всего мира Предыдущие достижения португальцев в топовом чемпионате не впечатляли Ничего особенного не показал ни в Удинезе, ни в Самбдории Да, потом стал лидером Лиссабонского спортинга Но уровень сопротивления в португальской лиге несерьезный по сравнению с АПЛ И вот 55-миллионный Бруно дебютирует в одной из главных лиг мира Нулевая игра с Волверхэмптоном Единственное светлое пятно Португальский новичок Юнайтед Он без раскачки Лидер команды по количеству передач и ударов по воротам Во второй игре с Челси На счету Фернандеша уже ассист А в третьем поединке гол плюс пас Стремительная адаптация Ему как будто в АПЛ было даже легче набирать баллы результативности Проведя лишь половину сезона Фернандеш вошел в различные символические сборные Включая команду сезона от BBC Составленную болельщиками Которую опубликовали в мае Бруно влез туда Хотя сыграл к тому моменту лишь 5 матчей в АПЛ Вы помните другой подобный случай? В командном механизме МЮ Сульшера Как оказалось Не хватало всего одной блестящей новенькой детали Ее поставили и механизм заработал Дьяволы стали разнообразные и очень опасные Мы уже показывали эту таблицу Но на нее стоит глянуть еще раз С Фернандешем в составе МЮ набирал в прошлом сезоне больше очков Чем все остальные клубы АПЛ Нынешний чемпионат эту тенденцию продолжает Фернандеш идет по своему привычному графику Результативных действий А Юнайтед по потерянным очкам Отстает от лидера всего лишь на 2 балла Спасибо Бруно На пятой позиции яркие матчи команд из России и Украины Несмотря на плохой для нас в целом год Хорошие моменты все-таки были Я уже не раз благодарил Краснодар за единственную российскую победу в Еврокубках Команда Мусаева несколько раз нас расстраивала упущенными возможностями Тем не менее дебют Быков в Лиге Чемпионов несомненно удался Причем для того, чтобы он вообще состоялся Еще надо было по ок пройти в квалификации И они это сделали А после вышли из непростой группы в Лигу Европы Подарив нам Еврокубковую весну Очень неплохо Соседей же украинцев в уходящем году однажды сильно порадовала сборная Когда полурезервным из-за ковида составом Обыграла в Лиге Наций Испанию Это было круто Но настоящим лучом света была в 2020-м игра Донецкого Шахтера Команда, которая из-за политики по сути осталась без дома и своих болельщиков Которая уже много лет не тратит крупные суммы на трансферы А в уходящем году вообще никого не покупала Тем не менее удачно выступила и в прошлом Евросезоне Дойдя до полуфинала Лиги Европы И в нынешнем пошумев в Лиге Чемпионской группе Две победы над Мадридским Реалом и две ничьи с Интером Они чудом не вышли из группы смерти Все это показало, что Шахтер продолжает функционировать Как высокопрофессиональный футбольный клуб с долгосрочным планом развития И тренера Луиша Каштру, ранее не работавшего за пределами Португалии Выбирали явно не на обум Весной в Лиге Европы поболеем мы за Шахтер Просто браво Четвертая сказка Эрлинга Холланда Один из знаковых футболистов года В самом деле 17-19-летние парни пробиваются в основу больших команд В Дортмундской Баруси вообще это дело поставлено на поток Там вон уже 16-летний Мукока выходит и забивает Регулярно обновляются различные рекорды со словосочетанием Самый молодой в названии И вот как раз Холланд самый яркий представитель этого тренда Норвежец перешел в Боруссию из австрийского Зальцбурга ровно один год назад После самого молодого хет-трика в Лиге Чемпионов И какой-то безумной результативности в австрийском первенстве Казалось, ну да, парень на хайпе Но посмотрим, что он покажет в нормальном чемпионате и команде Мы видели много провалов после яркого старта Тот же Пентак Но никто не ожидал, с какой скоростью и какими пачками Эрлинг станет штамповать голы с первых же матчей за Дортмунд Пять мячей в первых двух играх это был рекорд Бундеслиги Причем оба раза Холланд выходил лишь на замену во втором тайме Чуть больше 10 минут на гол Это немыслимо, такой статистики не бывает В третьем матче Фавор уже не стал осторожничать И поставил 19-летнего парня в основу Тот положил еще два В итоге у Холланда 33 забитых мяча за календарный год только в клубе Включая 4 против Герты И это был самый молодой Поттер в истории Бундеслиги Важно знать, что в отличие от Роналду, Месси и Ливандовски Эрлинг в Боруссии не главный пенальтист Но по голам с игры он уже спорит с великими Будущий претендент на футбольный трон В 2020-м это стало совершенно очевидно На третьей позиции крутые футболисты, которые меняли мир к лучшему Я уже не раз рассказывал про социальные инициативы Маркуса Решфорда Который по итогам года уже не просто профессиональный футболист А еще и видный общественный деятель Учредил книжный клуб для детей Выбил у правительства деньги для питания ребят из бедных семей во время карантина А потом, когда эту программу хотели свернуть Опять впрягся и заставил власть изменить решение Даже не верится, что такое сделал простой футболист Но это факт Очень подкупает, что форвард МЮ делает это не потому, что В среде селебрити принято участвовать в благотворительности И каких-то социальных инициативах А потому, что у него самого есть внутренняя потребность Он сам рос в нищете Знает, что такое голод Его детство прошло без книг, которых ему очень не хватало И вот сейчас он борется за то, чтобы у юных британцев не было подобных проблем Борется успешно Но не только Решфорд в уходящем году был примером Горецко с Кимихом запустили сбор средств на борьбу с коронавирусом среди игроков Сами пожертвовали по 500 тысяч И к ним тут же присоединились Ливандовский, Санне, Хумельс, Хектор, Клостерман, Роде, Брандт и другие В итоге было собрано 5 миллионов евро Которые пошли больницам и благотворительным организациям Джордан Хендерсон создал чат капитанов команд АПЛ В котором они обсудили поддержку системы здравоохранения Суть в том, что футболисты лиги начали отчислять процент от своих зарплат в фонд помощи медикам Карлос Тэвис, который летом продлил контракт с Бокой на полгода Решил отдать всю зарплату и премиальные за этот срок на борьбу с пандемией Ну и бразильский ветеран Форвард Фред Договорившись вернуться во Флуминенце Заявил, что проедет 600 километров до нового клуба на велосипеде за 4 дня И призвал своих подписчиков в Инсте на протяжении заезда Это жертва деньги на покупку 4000 корзин с продовольствием За свои деньги Форвард купил еще 600 корзин По приезде в Рио Фред поставил подпись под контрактом И сфотографировался с горой продовольствия для нуждающихся Ну, красавец! И как после всех этих историй не начать уважать и любить футбол? Второе место для Горона Пандева и его красивейшей истории со сборной Северной Македонии Победитель ЛЧ в составе Интера 37-летний Пандев спустя 10 лет не только не завершил карьеру А продолжает забивать в серии А Но самое главное привел национальную команду к главному достижению в ее истории Сборная Северной Македонии почти футбольный карлик На международной арене с 94-го года значимых успехов не было Но вот в отборе к Евро удалось зацепиться за третье место, которое давало право на стыки Рекордсмен сборной и по голам, и по матчам, как его называют Гранде Пандев Планировал, что сезон 19-20 будет его последним В идеале хотел закончить поездкой на Евро Но все перенеслось из-за коронавируса И лидеру сборной пришлось задержаться в футболе Продлив ради этого контракт с Дженуо до лета 21-го Как оказалось, не зря Осенью в стыках сначала прошли соседи из Косово Настоящее дерби с политическим подтекстом А решающий матч за выход на Евро предстояло сыграть с добротной Грузией Причем на ее поле По регламенту хозяева определяются жеребьевкой Для грузин это также была возможность впервые выйти на Евро Так что они были настроены очень решительно Напряженная, закрытая игра В которой все должен был решить один гол И его забил, вы не поверите Горан Пандев был близок к этому еще до перерыва А во второй половине поучаствовал в хорошем розыгрыше И сам же его завершил Как подобное возможно? Федерация футбола Македонии Отреагировала в инстаграме фотка Горана с надписью Бог А сам игрок признался Более 19 лет в этой футболке Самой красивой в мире Поражение, победы, радости, унижения Это великая победа для моего народа Важнейший гол в долгой карьере лидера скромной сборной Великий день в истории маленькой страны Грузию очень жаль, но Пандев велик И сегодняшнее золото у долгожданного чемпионства Ливерпуля 30 лет без главного национального трофея Это долго и больно для клуба Который вообще-то до 2009-го оставался лидером по количеству титулов чемпиона Англии А потом были годы разочарования в АПЛ За эти 30 лет Ливерпуль взял 7 международных титулов 17 раз был в топ-4 по итогам чемпионата Англии Но каждый раз что-то мешало взять золото чемпионата Это реально выглядело проклятием Однако в этом году оно было снято Круто, что успех Ливерпуля под руководством Клопа Оказывается, спрогнозировал Кто бы вы думали? Главный тренер в истории Юнайтед Фердисон После назначения немца он произнес В нем что-то есть Он уверен в себе Думаю, он сможет вернуть Ливерпуль на их насест Сэр Алекс и Юрген давно уже хорошо ладят Поэтому немного пьяный немец сам набрал старшему коллеге Чтобы похвастаться чемпионством Да еще и сделал это посреди ночи А об этом рассказал сам Фердисон В условиях пандемии Когда команда находится в так называемом пузыре Ливерпуль устроил закрытую вечеринку Сняв для этого целый отель Там было все приготовлено К отмечанию чемпионства И когда Монсити проиграл Челси 1-2 началось сумасшествие Клоп прикольно танцевал А игроки подливали ему его любимого пива Чтобы он, как признался Робертсон Окончательно захмелев Дал им не один, а сразу два выходных Сами футболисты отрывались под ретро-музон Например, отлично зашла композиция Шоу Милава от Робина С Классика хаос-музыки 90-х Партнеры ворвались на телеинтервью Ван Дейка Хорошая традиция любого празднования А Клоп пустил слезу в эфире Sky Sports Произнеся проникновенную речь В которой не забыл поблагодарить клубных легенд Кенни Далглиша, который выигрывал чемпионство с Ливерпулем И как игрок, и как тренер И Стивена Джерарда Которому титул так и не покорился Это и твоя победа, Кенни Надеюсь, что тебе не придется ждать еще 30 лет Когда твой клуб станет чемпионом Это и победа Стиви, который ждал очень долго Это для вас всех Гулянка продолжалась до утра А тем временем болельщики не выполнили просьбу Клопа Из его чемпионского интервью И высыпали на улицу Местом встречи был, конечно же, Энфилд Несколько поколений скаузеров выросло Не зная чемпионства И вот, наконец, это случилось Если вынести за скобки триумфы маленьких команд Можно смело сказать В 2020 мы увидели самое долгожданное чемпионство В европейском футболе за много-много лет И главное Абсолютно заслуженное С рекордом за 7 туров до конца Проклятия снимаются именно так Вот и только не говорите мне, что вам не понравилось, ладно? Мне нередко многие из вас пишут, что начали смотреть футбол И любить его благодаря выпускам с канала Мяч И это главная похвала для меня и всей нашей команды Спасибо, что этот год были с нами Несмотря на то, что он был непростым Есть что вспомнить крутого Всех с Новым Годом Желаем вам отпраздновать его круче, чем игроки Ливерпуля Отмечали свое чемпионство Здесь прошлые выпуски Ну и подарите нам на Новый Год вашу подписку на канал Это будет лучшим подарком Саня Журавлев, команда Мяч Продакшн Хороших праздников Пока